добрый вечер дорогие друзья вы на канале питомника марине стик сегодня 17 апреля 2023 года я хочу вас познакомить с моей новой помощницей это электро печь пионер м о 5015 g который я купила как раз перед перед пасхой для того чтобы печь куличи она с функцией гриля здесь есть поддон решетка и шампур для насаживания курочки гриль здесь есть несколько функций значит выбор понятно что температуры несколько функций нагрева это нижний подогрев верхний подогрев функция которой я больше всего пользуюсь это верхний и нижний нагрев функция гриля непосредственно но и выбор времени здесь есть лампочка индикатор горит и лампочка подсветка внутри для того чтобы наблюдать что происходит внутри этой печки дается еще значит несколько таких приспособлений для снятия значит вот это подвигать поддон есть еще большая такая штучка снимать шампур с курочкой и что я хотела сказать перед тем как ее купить я читала конечно же отзывы купила я ее в магазине озон за 5 тысяч рублей и это не реклама я ее покупала за свои деньги поэтому я говорю то что есть когда я покупала было много хороших отзывов но были отзывы о том что в этой печке не хватает мощности и в ней печется все гораздо дольше чем в других духовках насчет чего я хочу сказать что первое что я тут делала это были тушеные овощи с мясом в горшочках к ленинах все вроде бы получилось далее я пекла куличи как раз таки на пасху и у меня первая партия подгорели потому что я сразу почитав вот эти отзывы поставила температуру побольше и в результате была не права все тут соответствует обычные вот рецепты в которых указана дозировка продуктов и норма времени и температуры все сходится да она нагревается очень хорошо сверху меня это выручила я готовила йогурт и тут сверху я ставила одеяло внизу задавала температуру сверху у меня было одеяло в которое заворачивала кастрюлю с домашним йогуртом начиная значит вот за несколько дней я успела здесь приготовить повторяю в глиняный в глиняных горшочках овощи с мясом топленое молоко вкуснейшее которое мы вчера приезжали друзья и гости на пасху к нам и вкуснейшее молоко топленое домашнее из фермерского молочка или с удовольствием вместе с хлебом который тоже испекла здесь сейчас допекается последний хлебушек для моей дочки завтра рано утром мой муж едет с барси ветклинику мы будем сдавать анализы на биопсию на онкологию мы ее лечим и нам надо знать как продвигается лечение и заедет в порт с утра отвезет теплый хлебушек моей дочки моей маме катю катюшки даришки хотела еще показать как приятно скажем так дарить своим родным и близким приготовленное своими руками угощение на пасху да потому что собственно говоря конечно у меня заготовлены и обычные подарки которые мы привыкли дарить друг другу на праздники на пасху но и ну вот я например чай мне отправится такой чай хочу подарить и тоже и дочке и маме попробовать понравится им или нет да вот с нашего огорода набрала щавель что было моих родных и любимых тоже щавелевый супчик с ранним щавельком спасибо брюсу который выкопал нам в прошлом году грядки и теперь у нас в парнике замечательно растет вот уже в апреле и петрушечка и щавелек да конечно же будут в подарок и куличи которые успела испечь вот в этой печке и традиционно яйца крашены как обычно пасха поедет вот именно в такой форме потому что нам предстоит три часа ввести это в термосумке хлеб который мы вот вчера пробовали уже вот первый который я пекла это был злаковый хлеб сейчас у меня допекается бородинский хлеб и значит хлеб вкуснейший дорогие друзья молочко вот топленое которое до банки вот эти банки я стерилизовала также под творог вот домашний творог с помощью такой закваски делала сама йогурт с помощью такой закваски делала и все эти банки тоже стерилизовал вот этой печки вот ведь она закончила свою работу подала сигнал сейчас буду вынимать теплый горячий хлебушек завтра с утра это все отправится катюшки к даришки к моей маме вот те самые блинчики которые я сделала с начинкой с деревенским творожком который я пекла на погружной электроблиннице видео которое делала буквально вот на днях и что хочу сказать идеально завернулась туда начинка творожок сегодня я еще прикупила вот такую вот штучку за 147 рублей это называется ложка для пирожных как-то вот так она вот таким образом раскрывается вот эти края мягкие с горячей сковородки гораздо удобнее чем лопатка брать этот блинчик она тоньше даже чем лопатка силиконовая переворачивать и вот единственное что я делала с блинчиками вчера и сегодня я все блинчики тщательно после прожаривания так как я люблю вот такие вот чтобы они были коричневенькие ажурные обязательно промазывала хорошо так обильно сливочным маслом вчера угощались все и друзья наши сказали что ничего не сухо вкуснейшие блинчики действительно правильно писали в комментариях друзья и подписчики нашего канала о том что прожаривая блины вот на такой электро блинницы в них меньше растительного масла чем когда мы жарим их в сковороде так оно и есть они ребят очень вкусные я эту электро блинницу купила всего лишь за 1000 рублей в интернет-магазине озон почему в озоне не рекламирует интернет магазин просто мы живем в деревне 200 километров от города это ближайшее что у нас тут вот как бы удобная доставка для меня это доступно поэтому собственно говоря не реклама этого магазина эти же вещи можно приобрести в альберис и гораздо дешевле и может быть и на алиэкспресс но тем не менее скажем так чем богаты и тому и рады но вот такая партия блинчиков с начинкой сейчас я их расфасую по пакетикам поедет катюшки даришки к моей маме в термосумочки все свежее все только что приготовлено готовить на электро сковородке ребята клянусь это просто удовольствие сегодня смотрю кино и блинчики эти даже не заметила как я их пожарила насколько быстро легко и просто так же как вот этот хлебушек это вообще вот ребят казалось бы такие элементарные помощники которые настолько делают работу на кухне не работая именно приятным процессом и очень удобно даже стерилизация банок никакой воды никакого кипячения намыла сотой баночку положила поставила эти баночки вот если у меня большая была под молоко то я ее просто положила на противень на бок и простерилизовала это все без каких-либо потерь ничего у меня там не треснуло все здорово и замечательно поэтому если вы планируете поездку на дачу вас например есть такое желание то можно вот было бы приобрести такой вот электро блинницу покружную просто супер на самом деле для дачи вот сейчас пойдут ягоды такую печку потому что пойдут лето сезон будет много чего такого вкусного которое можно было бы приготовить и заготовить и я думаю что такие вещи действительно помощники очень даже палочка в руках и выручалочка даже для стерилизации обратите внимание какая приятная цена вот а также готовясь к лету к приезду даришки и катюшки я знаю как даришка у нас любит мороженку я знаю как она любит йогурт поэтому я уже заготовила йогурт но я сказала как я выкручивалась заматывая все это в одеялку ставила на эту печку и все это готовила завтра приедет муж я уже заказала и пришел за зона йогуртница специальная чтоб мне не приходилось заматывать это все в одеяло и она же мороженица я буду тренироваться учиться делать мороженое для даришки своими руками обязательно вам все это расскажу и покажу если вам интересно поставьте пожалуйста лайки под этим видео чтобы я знала что такие видео вам нужны что они приносят какую-то пользу если нужны какие-то ссылочки координаты пишите пожалуйста в комментариях обязательно вам их оставлю еще раз покажу какая-то это вчера приготовленный хлеб вот в этой электропечке вот в этой же форме которая вот просто обычная для выпекания кстати купила много разных форм но пока мне понравилось вот это да немножко сегодня как-то расплылось получился он более такой плоский но тем не менее ничего не сырое вкуснейший если вы сейчас кушаете приятного всем аппетита прощаюсь с вами ненадолго видимся завтра еще раз с праздниками счастливой светлой пасхи пасхальной неделе мира добра и всего самого доброго вам вашим родным и близким до новых встреч на канале питомника марине стик